Этот ГАЗ-67 военнослужащий российской армии Артём Мантуров восстанавливали вместе с отцом. Справились за год. Несколько раз Мантуров-младший участвовал в параде памяти на площади Куйбышева, а с первых дней СВО встал на защиту Родины. До конца и с честью исполнил свой воинский долг, посмертно награждён Орденом Мужества. Мечту сына проехать на параде на собственноручно восстановленном автомобиле выполнил отец. Мы должны защищать, мы должны защищать нашу Родину, нашу семью. Держитесь и спасибо вам за сына. Он пошёл. Я знал, я с ним говорил. Он герой для меня. Спасибо, что его помнят. Парад памяти спустя два пандемийных года снова полностью в оффлайн-формате. Тема – Дорога Победы. Парад символизирует преемственность поколений. Сейчас жители России, Самарской области, патриоты Родины готовы к решению главных задач и в труде, и в бою. По площади маршем прошли военные, уже участвовавшие в СВО и те, кому ещё предстоит отправиться в зону спецоперации. Все мы должны подняться, ну и доказать людям, что русский дух, он никогда не упадёт. Поэтому, как бы, я счастлив, что я здесь стою. Очень символичным является мероприятием. Оно по нынешним временам очень совпадает с мероприятием 41-го года. Также непростое время для страны. Также всё повторяется история. Патриотический проект реализуется в Самаре с 2011 года по инициативе Дмитрия Азарова, который тогда работал в должности главы города, а также ветеранских общественных и молодёжных объединений. Он посвящён Куйбышевскому параду 7 ноября 41-го. Это историческое событие имело колоссальное значение для поднятия боевого духа советских граждан и изменения позиций зарубежных государств в отношении роли СССР во Второй мировой войне. Отвага, верность долгу и патриотизм – пример для нас в служении Отечеству, образец для подражания и воспитания наших детей и внуков. Память о тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто отдал всё, чтобы освободить нашу Родину и избавить мир от фашизма, всегда будет жить в наших сердцах. Глава 63-го региона Дмитрий Азаров отметил, Куйбышевский парад навсегда вошёл в героическую летопись Великой Отечественной войны как символ стойкости и нерушимого духа нашего народа. Сегодня мы вновь всей страной поднимаемся на бой с фашистской нечистью, которая покушается на всё, что нам дорого и свято. На этой площади бойцы, которым предстоит уйти на передовую. Наши земляки, внуки и правнуки солдат Победы унаследовали их лучшие качества, мужество, отвагу, безграничную любовь к Родине и, главное, готовность по первому зову стать на защиту Отечества. В параде памяти приняли участие также представители силовых структур, воспитанники патриотических клубов, сотрудники самарских предприятий. Сегодня очень актуально, скажем, вот то настроение, которое сегодня здесь царит, потому что это настроение такого единства, это настроение такого подъёма, что ли, наверное. Сегодня очень много в параде принимает участие юноармейских отрядов. Ученики нашей школы Южного города тоже сегодня впервые принимают участие в этом параде. Ребята гордятся такой возможностью. В этом году парад прошёл уже в 12-й раз. Участие в нём приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые гости из Дагестана, Донецкой Народной Республики. Юноармейцы города Снежного, с которым Самарская область, первая из регионов России, заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. Для меня этот парад имеет значение поучаствовать в нём. На душе у меня ответственность, чтобы пройти нормально, достойно. Нас выбрали из Снежного, а у нас был отбор. Мы должны помнить о тех подвигах, которые совершили наши соотечественники, и каждый это понимает. Каждый день мы тренировались, маршировали, оттачивали свой шаг, чёткость его. Ну, каждый понимал, ради чего мы это делаем. Мы рады, что нас пригласили на этот парад. Мы неоднократно будем ещё приезжать. Гордость получается за свою страну. Всего в параде памяти приняли участие 106 расчётов. Это более 8 тысяч человек. Ещё свыше 10 тысяч прошли по площади в колонии представители предприятий, образовательных учреждений городов и районов Самарской области. Леонид Кошман, Ольга Павловская, Александр Каракулько, Андрей Авдеев, Алексей Вельмискин. Новости губернии.